Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Наверное, кондиционер надо выключить, а то он шумит очень сильно. Вот, спасибо, что заглянули. Сегодня у нас Мугубанг с азербайджанскими сладостями. Собрала абсолютно все, что у нас есть. Вроде ничего не забыла. У нас здесь два вида пахлавы. Это обычная классическая пахлава. Вообще, ее очень много разновидностей. Я нашла очень редкую черную. Также есть турецкая пахлава. Она особенно вкусная, я ее обожаю. Это Гогал. По-моему, это соленый, но бывает еще сладкий. Вот такие вот штучки. Не помню, как называются. Мама называла. Говорила, запоминай, видео скажи, расскажи и так далее. Это Кэта, я знаю точно. Идею подала мне моя подписчица. Огромное спасибо всем за донаты. Хотелось бы передать приветы всем, кто мне задонатил. И попросил передать приветы. Я сейчас это сделаю. Бузюрова Анжелика. Лика, тебе огромный привет. Привет, Айкусик. Мне так нравится, когда меня называют Айкусик. Это просто нечто. Айсель меня все так называет. Дорогая, я смотрю тебя чуть больше года. И за это время я видела, как ты меняешься и растешь. Я с терпением жду каждое твое видео. Обожаю пересматривать влоги. У тебя очень верная аудитория. Я согласна абсолютно. Реально у меня очень добрая, хорошая аудитория, о которой я могу рассказать абсолютно все. Ну, за исключением, может, 50% хейтеров. У меня реально офигенная аудитория. Евелина, следующий комментарий. Евелина, тебе огромный привет. Я смотрю давно твоему банке. Желаю успехов в дальнейшем продвижении. Огромное спасибо. Реально очень много людей донатят. Хочется каждому уделить время, каждому передать привет. И в то же самое время не хочется все видео чисто передавать приветы. Поэтому я делаю это по частям. Макияж у меня такой, знаете, супер яркий получился. Давайте приступим. Все сладкое. Наверное, все съесть не смогу. Давайте начнем с таких вот, что-то наподобие круассанчиков. Смотри, орешки. Я люблю летом пить чай. Мне кажется, не только я. Все в Азербайджане обожают. Единственное, ты едешь, например, в центр города. На улице сидят люди. Ну, как на улице. Там веранда у заведения. И все пьют чай. Хотя на улице такая жара стоит. Ммм. Сегодня поднялся ужасный ветер. Это турецкая пахлава. Я ее особенно люблю. У нас недалеко от дома. Ну, как недалеко, условно, да? Есть вообще заведение. Там просто весь магазин в этой пахлаве. Ммм. Когда папа уезжал в Саратов, я накупила этой пахлавы всем родственникам. Я справила. Очень вкусно. Я не особый любитель сладкого, но эта пахлава, это просто нечто. А это шакер бура. Здесь такие рисунки рисуются вручную. Внутри здесь сахар. Орешки перемолваю. Получается тоже очень вкусно. Вообще плюс-минус у нас все с орешками. Потому что у нас огромные плантации орешков. Когда мы жили в Саратове, мама так хотела вырастить в Саратове орешки. Привозила деревья, сажала, создавала классные климатические условия. Думала, что это как-то можно организовать. В общем, мы привезли... Я включу, все-таки жарко. В Россию привезли деревья грецких орехов. Мама посадила каждую зиму. Зиму укрывала. Надеялась, что все-таки будут расти. Но, к сожалению, нет. То есть грецкие орехи у нас в Саратове. Они вроде как выросли. Стали большие деревья, но плодов не приносили. Хотя мы офигенно ухаживали. Что только не делали. На зиму укрывали. В Баку, в плане погоды, прям супер. Зимой не холодно. Летом не так сильно жарко. Я когда приехала из России, то есть переехала, так скажем, да. И девочки, например, спрашивали, что там насчет России. И они говорили, что там зимой, наверное, очень холодно. Я говорила, да. Относительно этого, конечно, холодно. И все как один говорили, ну, наверное, летом у них прохладно. Но ничего подобного. Я, конечно, во всех городах России не жила. Но я жила в Саратове. У нас летом было пипец прям жарко. Зимой было пипец холодно. То есть сказать, что прохладное лето, такого не наблюдалось. Возможно, когда я жила, так было, сейчас что-то поменялось. Мне кажется, идеальный климат в Сочи. Отлично. Здесь тоже что-то плюс-минус и два. Это я не знаю, что. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Поэтому надо попробовать. Прям тает во рту. Но без чая это не катит. В общем, когда я только переехала, мне задавали такие вопросы, на которые мне просто было смешно отвечать. Какие-то стереотипы. Меня спрашивали, а что в России медведи? Это как в смысле? Ну, в лесу где-то есть медведь. Он так, что по улице какой-то медвежонок шел, но такого нет. А там же медведи. Очень много моих знакомых сейчас начали переезжать. Все едут либо в Европу, либо в Америку. Мне просто интересно, как они там будут жить, что у них будет происходить, как-то общаться с ними. Часто меня тоже спрашивают, Айка, ты вот жалеешь, что ты переехала? Абсолютно нет. Не жалею. Если у вас, например, внутри есть желание куда-то переехать, что-то поменять в своей жизни, мне кажется, живем один раз и обязательно нужно это сделать. Очень нежненько. Вкусно. Мой, например, брат, он переехал в Ростов. Где-то, наверное, лет семь назад он переехал. Пожил там года три. Понял, что это не его абсолютно и вернулся обратно сюда. Уже, наверное, года четыре, как он вернулся. То есть, опять же, понятное дело, человек потратил время, деньги, переехал и все такое. Но все равно не попробуешь в этой жизни, будешь всегда жалеть, думать, а где-то хорошо. Если вот, например, брать европейские склад ума и, например, склад ума американцев, по крайней мере, по ютюбу, как я слежу за блогерами, смотрю, мне ближе, наверное, Америка больше. Даже если я всю жизнь проживу здесь, я бы очень хотела, чтобы мои дети получили образование именно там. А там уже сами решили, где хотят жить. Я реально никогда не пробовала черную пахлаву. Давайте попробуем. Вот так вот она в разрезе. Необычненько. Но вкусно. Но больше всего мне нравится турецкая пахлава. Она просто обалденная. Если вы будете в Азербайджане, есть она такая в коробках, а есть именно поштучно продают. Берите по штучнам на развес. В коробках не так вкусно. Давайте еще одну турецкую пахлаву. Еще есть шикинская пахлава. Отпад. Но она очень сладкая. В одном ресторане мы с подружкой сидели, вот эту пахлаву подавали еще с мороженым. Было очень вкусно. С мороженым и рядом еще чаю. Много, правда, не съешь. Но я всего по чуть-чуть попробовала. Мне кажется, вы тоже немножко ознакомились со сладостями Азербайджана. Огромное спасибо моей подписчице за такую классную идею. А вы, в свою очередь, не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. С вами была Айка. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok